Итак, то, что англичанка гадит, давно уже стало не просто притчей во языцах, а практически не обсуждаемой истиной. На протяжении последних нескольких столетий англосаксы вывели в свет социал-демократов, геев и лесбиянок, и начиная с 50-х годов активно началась работа с выходом на сцену социопатов. Социопатов не только как предмет исследования и изучения, а социопатов как ролевых образцов. Скажите, пожалуйста, здесь есть в зале люди, которые не смотрели хотя бы одну серию фильмов про Доктора Хаоса? Не смотрели. Есть, есть, есть. Несколько человек здесь есть. Хорошо, Шерлок. Еще одна. Еще один сериал, который показывает нам британского социопата во всей красе. Есть тут люди, которые этот не смотрели фильм? И тоже есть. У нас есть несколько человек, которые с удовольствием, как раз минуя ловушки массовой культуры, продолжают двигаться по своим траекториям. Целых два. На нашу аудиторию социопаты. Социопаты или люди, которые лишены сострадания, лишены самосохранения, лишены сочувствия к окружающим. Именно они на сегодняшний день представляют собой элиту общества. Ибо, как мы знаем, социопатов мы можем найти в двух местах. Если мне дадут маркер, я даже нарисую это. Мне их уже дали, спасибо. Итак, количество социопатов заведомо больше в учрительских советах, среде топ-менеджеров крупных государственных корпораций. И, соответственно, в элите преступного мира. Если кто-нибудь из вас помнит чудесный рассказ о Генри, дороги, которые мы выбираем, то мысль моя станет уже вполне понятной. Главный герой, рассказывал Генри, выбирает одну из дорог. Одна дорога ведет его на запад, на тот самый дикий запад, который в середине 19 века еще был вполне себе диким. А вторая дорога ведет его на восток, который в это время, казалось бы, уже переставал быть диким. Но именно на востоке, в городах восточного побережья Соединенных Штатах начинали действовать брокерские конторы. Быки сходились с кем? С медведями. С медведями, конечно, с медведями, дорогие мои. И вот главный герой бросает монетку, и дорога ведет его на запад. Действие переносится через несколько лет, например, 10 или 7, где два молодых человека, один из которых наш главный герой, берут вместе почтовый в вагон, который перевозит деньги. Они уходят на лошадях, перестреляв охрану. Но в этот момент, вот я сейчас не вспомню, какая, не то вороная, не то гнидая, лошадь друга нашего главного героя ломает ногу. Может быть, вы слышали фразу? Боливар не выдержит двоих. Конечно. Боливар не выдержит двоих, говорит главный герой, когда ему нужно бросить своего друга. Но в этот же момент, как только произносится эта фраза, и не успел остынуть труп друга, не успел остыть труп друга, в этот же самый момент, дорогие мои, процветающий банкир на восточном побережье просыпается, ему приснился такой сон. Ему приснился такой сон, где вот он берет почтовый вагон. В этот момент как раз какая-то особенно циничная афера срабатывает, и друг главного героя приходит к нему, тот, с кем они затеяли эту аферу, да, и говорит, что вот, дескать, все, мы это сделали, но, к сожалению, я много потерял. Боливар не выдержит или не вынесет двоих? Я сейчас уже не помню точно. Не вынесет. Спасибо, Павел. Боливар не вынесет двоих, говорит главный герой. Дороги, которые мы выбираем, могут привести либо вниз, либо вверх. А что находится посередине? А посередине находится мир простых, милых, добрых, честных людей, да? И обратите внимание, что они находятся между молотом решений, которые принимаются за кулисами высоких кабинетов и между отморозками на улице, которые в любой момент могут что-то сделать с этими милыми, добрыми людьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...